Смотрите, вот он директ написано, прямая трансляция с этого места, видите, 10.50. Это высшая колония Франции, Сенегал, говорит на французском языке. Они приплыли на корабле «Осиан» викинг. Они приплыли на корабле «Осиан» викинг, 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 викинг. Они приплыли на корабле «Осиан» викинг, викинг, викинг. Они приплыли на корабле «Осиан» викинг, 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 викинг. Что ты думаешь за эту ситуацию? Я не думаю о нем. Почему ты думаешь о нем? Потому что, если у нас, если у нас колонии Франции, вы вырвали, сенегалами, певез歩, и викинг, викинг, когда выс пять. Все, 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 все – тыры тOULD, высоких газ. Все, вот что ты мастер which н��, потому что ты у 그렇ства irrig hello. То есть за arrogant, но… Но почему вы не уйдете и уйдете этот страны? Он не уйдет, он сейчас болит, трудно, трудно, питание, etc. Почему вы уйдете? Говорит на Франции. Паскал? Ты спросил Макрон. Не спросил Макрон. Кто это говорит? Это не я, который делал политику. Если вы уйдете в колонии, в 1800 году? 1800. Я говорю с Паскал, африканские страны и страны Ближнего Востока колонизировала Франция, высосала оттуда и как корову отдаила, выдаила все полезные ископаемые, нефть, газ и выбросила их за борт. Использовала эти страны, свои колонии и потом сказала, давайте будете ангипандан самостоятельными государствами. И они остались без ничего. А теперь они прибыли во Францию и все удивляются, и корреспонденцы говорят, а почему вы прибыли во Франции? Почему вы не остались в Сенегале? Спрашивают парни. А он говорит, каждая семья, африканские семьи говорят, мы хотим есть, нам нужны деньги, мы молодые, нам нет работы. Он прав, он прав. Он даже заикался, все время говорил на французском языке, потому что это бывшие колонии Франции. И все там говорят на французском языке. У них второй язык французский. Сенегальский и французский. Или Мали. В Мали, в Нигерии, везде там очень много. Алжир тоже. Все они же оккупировали, колонизировали французы. Англичане, американцы, испанцы. И бросили их на производство судьбы. А что нужно, вы думаете? Нужно высосать все природные недра этих стран и потом бросить их на производство судьбы, оставив их ни с чем. Вот такие европейские страны. А вы говорите, Европа, Европа, какие красивые. За счет кого они все это построили? Свои исторические монументы? На крови людей, а? На крови вы. Вот так вот. То, что же Малышин, Это странная колония. Почему? Я говорю правду. Ты делаешь как ты хочешь? Я не делаю? Я не делаю? Ты делаешь как ты хочешь? И скоро, скоро, будут иммигранты украины. Вы делаете что? Они в доме? Нет, они не в доме. Они в доме? Потому что они остаются на дороге. Они заинтересовались. Они заинтересовались. Они заинтересовались, они заинтересовались. Ты всегда заинтересовались. Посмотрите, сколько! 300% из иммигранты, в Африки, и... Арабы и Нарь, в центре Париж, не далеко от Луфре. Посмотрите, какой ботинок! Я не забываю. Я забываю. Я забываю. Ты как раз французский? Я забываю. Ты французский? Нет, это очень холодно. Он остается. Горнин, он должен выбрать решение. Но они остались в Французе. Конечно, они остались в Французе. Конечно. Он не работал. Он только заинтересован. Да, да. 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 Они заинтересовались. Они заинтересовались в Французе. А когда они были Французской обознанно, они не смогут дратьсяauen. Они в Французском заходуют. Они лежат на Французе artık ве PP сейчас. Вот. И где человек такой этот рабоко? Я не знаю, потому что не Мария Лепин, не Мария Лепин, теперь ты говоришь, да, но Мария Лепин, как президент. Когда ты увидишь это, то, что есть, они не будут виноваты на дорогу. Но не все люди, нет. Не все бандиты, нет. Ребята, люди нормальные, которые хотят работать, чтобы отправить деньги, для своей семьи. Ты думаешь, что все бандиты, 300 человек, нет. Ты думаешь, что они будут виноваты? Нет. Я не могу ничего. Я не в политике, ты видишь. Они делают все, что они хотят. Все, они здесь, для жизни. Я знаю, я знаю. Они не имеют все права. Конечно. Потому что они уже задали запись. Они задали уставки, азот, дали мальчиков. Они имеют все права для жить в франции. Да, да. И еще больше, это были колонии в Франции. Сейчас они требуют помощи. Не стоит ли говорить, что журналисты, почему вы приехали в Франции? Потому что там, ни работа, ни nourритра. Как вы приехали в Франции? В Сенегал, Мали, других странах. Поври, паури, паури. Да, все равно. Да, все равно, все равно. Все равно, все равно, все равно. Все равно, все равно, все равно. И ты думаешь, что? Я думаю, что это не конкурент. Потому что люди, они работают 70 лет, чтобы платить эту мать. Да, и они платят свои деньги. И они работают до 62 лет. И потом, они платят свои деньги. 70, 72, 75, 75. И все время платят свои деньги. И если они платят свои деньги, то платят за гражданин. Брянство, Франции, в России, в России. Да, да, да. Что это приезжает в Франции? Да, конечно. Это ли он решает. Это приезжает в Берлин, в Испании, в Италии. Он пришел в Франции, в Париже. Там в Франции. Да, да. Главное, да. Да, да, да. Ты знаешь. Это было. Это было. Какая ситуация? В центре Париж. Устали окружающие. Да, да, да. Кто просил автобус? Да, да, да. В Франции. Да, да. Да, да, да. Итак, я готова. Я готова. Я готова. Обжарю морковку. И с капустой сварю щи. Обжарю морковку. И все это соединим с капустой, с луком, с мясом. Налью воды и буду варить 30 минут. Щи сварены. Щи с куриными бедрышками. С морковкой жареной. С луком обжареным. С капусточкой. Суп готов. Будем есть суп на обед. Будем есть сыр и йогурт. И в конце Паскаль будет пить кофе. А я буду пить чай с молоком. С вами был Каламофония МЭС. Жизнь во Франции. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень-очень рада. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok